ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ты ничего не скажешь про мой костюм? Девочки-преступницы, это горячо. Мне нравится. Спреть всегда молчи. Доброе утро, друзья! Усаживайтесь поудобнее, делайте звук погромче, потому что вас ждет по-настоящему горячий уикенд. Так как мы прилетели в Баку! Молодец. Подбрасываем манетку. Орел? Решка. Бросок? Ура! Рано радуешься. Оказывается, не рано, Евсейшка, не рано. Наконец-ка. Здравствуйте, Анастасия Явлеева, обладательница золотой карты. Что-то пошло не так. Все пошло так. Ура! Ура! За все путешествия Орла и Решки мы приезжаем в Баку уже четвертый раз. Столица Азербайджана так стремительно меняется, что мы боимся пропустить момент, когда на месте Баку вырастет второй Дубай. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой-ой, как не вовремя, у меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Сэнкью. Это же покер-матч, здесь победитель получает все. Ха, а вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Как и пять лет назад в аэропорту туристов встречают знаменитые бакинские такси – баклажаны. Точно такие же, как в Лондоне, только фиолетовые. Здрасте, это ваш? А сколько до города стоит доехать? 35 долларов. 18 баксов, шеф, ну. А у вас сколько стоит, здравствуйте, до старого города? До старого города? Да. Эй, что происходит? 25 манат сделаешь, прямо старый этап – 15 баксов. Ребят, ну автобус, автобус, два маната. А в том, что на центр не едет. А в центр не едет? Не, ну 25 манат, ну это же 15 баксов. 25 манат – это тебе. 25 манат – это прям 20. 25 – это… 25 – это все. 25 – это все. Я пожалую на автобусы, спасибо. Два маната, я пожалую на автобусы. Я могу сидеть в машину. Бакинские таксисты – очень наглые. Они цепляются к тебе, как пиявки. И не отвертишься. Если бы кто-то из таксистов не увидел, что мы снимаем, развели бы меня как последнего дурачка. А так сразу стали вежливы и даже подсказали, где купить карточку на автобус. Там надо билет брать? Чтобы уехать на автобусе, вам понадобится карта. В Баку их два вида. Первая – одноразовая. Вторая – пластиковая. Да, она стоит 2 маната, но зато потом вы сможете ее пополнить. И это очень удобно. А вот и автобус. Кстати, ходит автобус каждые 30 минут. Удобно? Слушайте, а автобус-то совсем даже ничего. Столик, подстаканники, кресла мягкие. Даже так можно? Прекрасно. Проезд здесь стоит манат 30. Это всего 75 центов. А за эти деньги я получаю целый комфортабельный автобус ездить один. В Баку ты мне уже нравишься. Ну что, друзья, этот уикенд я буду рассекать на машинке, на которой ездит сам президент Азербайджана. На Нойбухе! Отличный выбор, господин президент. Майбах – это седан класса супер-люкс. Сейчас ее выпускает концерн Мерседес. Вот даже значок имеется. А называть теперь ее правильно – Мерседес Майбах. В моем случае – С-500. Слушайте, а салончик-то новенький, прям пахнет кожей. Ну, поедемте, поедемте на Майбахе и Мерседесовиче. На заводе машинка просто топчик. Внутри все напоминает какую-то турборакету, потому что все такое черное, вытянутое. Оно и не удивительно – длина этой ракеты 5,5 метров. По комфорту Майбах не уступает частному самолету на колесах. Ну вот, смотрите. Чего вы точно не каждый день встретите в автомобиле. Неважно. И здесь как бы должна бортпроводница вынести мне самолетную еду, или я могу сидеть и учить уроки. Ну классно же? Ну я считаю, что это прикольная фишечка. Если вы не согласны, пишите в комментариях, почему. А еще в этом кресле очень много прикольных прибамбасов. Например, как массаж. Оно мне заменяет одну на крутую тайскую массажистку. Она такая бымс, бымс, бымс. И я в релаксе. Ну и вообще, если захотела, я могу сеткой закрыться. Ну это чтоб фанаты там не атаковали. Ого. Я ожидал увидеть типичный советский город. А здесь какой-то Нью-Йорк. Друзья, я нахожусь в диком восторге, потому что оказывается Баку достаточно современный и модный интересный мегаполис. И большой. Ого-о-о! 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 Первое, что бросается в глаза, Баку реально очень богатый город! Для тех, кто пропустил наши прошлые выпуски про Баку, рассказываем, откуда у столицы Азербайджана сотни миллионов долларов на все это помпезное навье. Азербайджан – это страна, которая стоит на нефти. Только за прошлый год ее добыча принесла 30 миллиардов долларов. Даже слепой заметит, что большая часть прибыли оседает в столице. Баку будет расти вверх, вширь и в богатство до последней капельки нефти. Если верить экспертам издательства Форбс, ту самую последнюю каплю тут выкачают через 30 лет. А что дальше, Баку? Так интересно всегда наблюдать за людьми со стороны. А знаешь, что самое интересное? Кого-то из них я уже могу знать. Ты спросишь, как? А я отвечу, они тоже могут играть в покер на покер-матч. Чем я сейчас и займусь. Нас не было в Баку 5 лет. За это время здесь произошло грандиозное событие. Открыли после реконструкции главную достопримечательность города – Приморский бульвар. Приморский бульвар – это главное место в Баку. Любимая часть города ни одного поколения бакинцев. Представляете, в следующем году он отметит свой 110-й юбилей. За эти 100 лет он с маленькой набережной вырос до гигантского парка со скверами, садами, фонтанами длиной 25 километров. Чтобы пройти весь бульвар пешком понадобится 5 часов. Лучше арендовать велик за 2 бакса и прокатиться. Когда едешь по Приморскому бульвару, кажется, что проезжаешь полмира. Колесо обозрения, как в Лондоне. Торговый центр, как оперный театр в Сиднее. Вот и Аризона. А вот и кусочек Венеции прямо в Баку. Все эти сходства с разными странами не случайны. Власти хотят, чтобы все национальности приезжали в Баку и чувствовали себя как дома. Знаете, я тут покатался по набережной и придумал для вас один лайфхак. Если вы хотите в одном месте увидеть Лондон, Сидней, Торонто, Сингапур, приезжайте в Баку и катайтесь по набережной. Чтобы отведать изысканной бакинской кухни, богачи идут, не поверите, в музей. Ладно, шучу. В ресторан-музей Ширваншах. Если хотите попробовать домашней бакинской кухни, нужно идти в кафе, где едят местные. Вот, например, кафе Лачин Гайасы. О, все блюда по два-три-четыре маната. Вполне себе мой бюджет. Я могу сразу сказать, что это отличается от типичных и привычных нам ресторанов. Когда переступаешь порог ресторана Ширваншах, кажется, что проходишь сквозь портал и попадаешь в старый Баку, где на дорогах еще лежит брусчатка, и можно заскочить на обед в пловную. Гуляя по ресторану, ты можешь выучить всю историю Азербайджана. Здравствуйте. Ресторан построили в бывшей бане. И чтобы огромные пространства не пустовали, везде расставили то, чем гордится азербайджанский народ. Тут тебе и медные ведра с отылой для воды и молока. И длинные кувшины, в которых бродило вино. И самовары, и ковры на стенах, ковры на столах. Все безумно красиво, безумно колоритно, и действительно чувствуешь себя в каком-то прошлом. А у меня только дешевые стулья и клеенка на столах. Гафе в Баку устроены очень необычно. Столики стоят в отдельных комнатах. А все потому, что бакинцы оооочень любят громкие застолья и чтобы один стол не перекрикивал другой, едят через стенку. Я выбрал себе комнату со столиком на двоих. В моем ресторане я уже потеряла счет этим комнатам и теперь не могу найти свой стол. Не то. А мы здесь и не были вообще. Я сама пробовала. Ну не сюда. Долго тебя ждать? Можешь там. А здесь нет моей еды, да? Ах, тоже не то. Здесь мы тоже не были. Короче, будете в ресторане Ширваншах – включите GPS, потому что это целый город в городе. Так, оттуда мы пришли. Добрый вечер. Мне уже и стол накрыли. В изысканном ресторане тебе сначала подают закуски. Итак, в моей тарелке салат гранатовый, салат базиликовый, салат баклажановый и салат из красной капусты. Ну и можно завершить это прекрасное дело пирогом, кусочек пирога. Это не пирог, это тоже наш спешл, одно из самых древних этнических блюд в нашей кухне. Называется шах-плов, параллельский плов. Это плов? Да. А где плов? Внутри. Первый раз вижу, чтобы так готовили плов. Шах-плов – это главное блюдо на праздничном столе. Без него в Азербайджане не обходится ни одна свадьба, ни один юбилей. Рецепт приготовления уникальный. Сначала готовится рис с мясом ягненка и сухофруктами. А потом готовый плов облепливают специальным тестом газмах, чтобы получилась хрустящая корочка. Я думаю, хватит столько кусочков. А, то есть это обязательно? Такая необычная подача не для красоты, а чтобы плов не остывал и аромат не выветривался. О боже. У меня такое ощущение, что ангелы выпустили свой аромат и нам предоставилась возможность первыми его услышать. Тартам его. Корочка, это вообще топчик. А вы знаете, он абсолютно не жирный, мясо нежнейшее. И очень такой интересный вкус получается за счет сухофруктов. В обычном кафе тебе приносят блюда пяти. Это и суп, и жаркое из барашка в одном горшочке. Есть пяти нужно по-особенному. Теперь в получившийся бульончик мы крошим лепешку. Пяти – это холестериновый апокалипсис. Потому что баранину тушат в собственном курдючном сале. Поэтому обязательно нужно присыпать щепоткой сухого барбариса, чтобы его кислинка перебила вкус жира. Но очень жирно. Чтобы съесть эту целую тарелку, надо было родиться азербайджанцам. Переходим ко второй фазе пяти. Теперь все ингредиенты, которые я высыпал в тарелку, надо подавить и перемешать. Как пюрешку. Ну, попробуем. Это очень напоминает какие-нибудь макароны по-флотски или спагетти-болоньезе, как говорят нормальные люди. Я прям чувствую, как у меня в желудке взрывается какая-то жирная бомба. Аптека мне точно понадобится. Пока Евсей жует кусочки барана, я заказала себе целого барана. Ну, точнее, ягненка. Мощь. Он молодой был, да? Был. Был, к сожалению. Молодой. Но его утрата будет восполнена у нас в желудках. А вы юмористы. Удивительно, но внутри ягненка тоже утрамбовали плов. Еще один уникальный местный рецепт. Сырую тушу фаршируют недоваренным рисом и отправляют томиться в печь. Рис запаривается внутри, впитывая в себя все соки ягненка. Ну, друзья, я вам скажу так. Определенно чувствуется, что этот ягненок готовился в течение 12 часов, потому что мясо буквально тает во рту. Невероятно вкусное. Просто магическое. Хостелы в Баку буквально на каждом шагу, так что за жилье можно не переживать. Но, с другой стороны, отели здесь тоже не дерут в три шкуры и можно в какой-то веке со 100 долларами пожить как белый человек. Ну вот, смотрите. Номер в отеле 4 звезды стоит всего 22 доллара. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, это ваш отель? Да, наш. А вы нолик, случайно, в цене не потеряли? Нет, а что случилось? Как так вышло, что ночь в 4-звездочном отеле стоит 38 манат? У нас сейчас сезонные предложения скидка от 50 процентов и это продолжается до конца января. Бюджетные путешественники мотайте на ус. Лето в Баку считается курортным сезоном. Если вам надо город посмотреть, а не на пляже поваляться, то приезжайте как мы. Осенью все отели делают скидку до 50 процентов. Номер карточки. И еще вам включен завтрак с 8 до 10. 5,5. Да ладно! Ребята, это мой новый дом. А это мой счастливый номер. Спасибо! Кондиционер, шкаф, холодильник, стол с фруктами, столько кроватей. Да мне повезло. Тебе, кстати, тоже. Зацени, ты сегодня спишь не на полу. Но только это моя кровать, потому что я с плюс звездочкой. А вот это для тебя. Неудобно. А милый друг, держим курс на отель. Отель, кстати, друзья, я думаю, что вас тоже приятно порадует. Потому что, насколько я знаю, он прям топчик-топчик. Баку очень любит, когда к нему в гости приезжают суперзвезды. Чтобы их заманить, здесь постоянно проводят грандиозные события. Евровидение, европейские игры, этап гран-при Формула-1 и разные музыкальные фестивали. Специально для самых дорогих гостей в Баку построили первоклассный отель на берегу Каспийского моря – Билго-Бич. Поговаривают, что тут недалеко даже дача самого президента. Понимаете, какой райончик, да? В Билго-Бич останавливался знаете кто? Сам Леонид Якубович. Вот такой у меня сектор приз на барабане. В Билго-Бич. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте вам. Спасибо огромное. Вот это сервис. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли у вас какой-нибудь особенный номер? Да, конечно, специально для вас на шестнадцатом этаже президентский сьют. Там, наверное, кто-нибудь из звезд останавливался? Конечно. Многие звезды шоу-бизнеса. Это мне подходит. Беру. Будет на одну больше. Что же поделать. Извините. Пожалуйста. Ваш ключик уже готов. Что у вас? Как быстро. Ну вот это скорость. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим. В Билго-Бич кажется, что попал в Зазеркалье. С потолка растут золотые кусты. А в холле будто с неба свисает огромная сосулька. Ого. Друзья мои, я вам скажу, что это самая большая люстра в моей жизни. Чтоб вы понимали, высота этой люстры с 15-ти этажный дом. Она весит 13 тонн. Это как шесть внедорожников. Мастера собирали ее полгода. Каждый листик приваривали вручную. И вкрутили 72 тысячи лампочек. Чтобы она превратилась в дивный сияющий плющ. Мой президентский номер входит в тройку самых дорогих номеров в Азербайджане. Чтобы в нем переночевать, нужно заплатить 250 тысяч гривен. Слушайте, как красиво. Это для меня. Волнительно, знаете ли, даже как-то. Коль уж там знаменитости останавливались. Офигенно. Реально я как будто попала просто в маленький дворец. Блин, почему я не могу здесь жить всю жизнь? Я реально во дворце. Ребята, ну это просто топчик. Этот номер выглядит так, будто в нем должен поселиться Людовик 17-й. А он все не едет и не едет. Интерьер выполнен в стиле французского неоклассицизма. Проще говоря, все в хрустальном хрустале. В шелковом шелке, в мраморном мраморе и в золотом золоте. Ну, друзья, официально присаживаясь на трон, скажу вам так. Мне нравится. Если гулять только в центре Баку, можно подумать, что это современный и европейский город. Пока ты не сойдешь с туристического маршрута. А сейчас мы заходим в самый опасный район Баку и, возможно, самый опасный во всем Азербайджане. Если вы не уверены, что можете постоять за себя, дальше вам путь закрыт. Поехали. Вот это райончик. Этот район называется Кубинка. Это очень бедный район в центре очень богатой столицы. О Кубинке пишут всякое. Во времена дефицита здесь велась бойкая торговля из-под полы. Здесь нормальное отношение к тому, что кто-то сел в тюрьму. Сидели практически все. Говорят, что здесь живут криминальные авторитеты. Люди, которые имели проблемы с законом в прошлом. И в настоящем. Местные всячески отговаривают сюда ходить. Говорят, туриста тут в лучшем случае обворуют. Вы просто осторожны, а то в прошлом. Это Кубинка. Тогда зачем вообще приходить в Кубинку? А за тем, что здесь есть одна мистическая особенность. Тут проводят таинственный обряд челдак. У этого слова нет перевода, но приблизительно означает оно прижигание. А место, конечно, интересное, так скажем. Каждый бакинец знает эту бабушку и хоть раз в жизнь приходил сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. А челдак это здесь проводится? Да, да. А скажите, пожалуйста, что будет происходить? Кузышки, мальчики. Испуг? Страхи? Да, да, страхи. Правда, когда я сюда зашел, страхов у меня, кажется, прибавилось. Хорошо. Ну, во-первых, во-первых, воды боюсь. Я шутанул. Во-вторых, пчел. Всяких насекомых, которые кусаются и летают. Только есть еще один маленький. Я это, режиссеров боюсь. Быстро на площадку. Быстро на площадку. Левая сторона гораздо дороже. Какая сторона? Чего сторона? Чего сторона? Понял? Ну, такeka. Вот такой вот. Внутри. 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 Документы. Ощущение, что из костра достали уголёк и прикладывают к самым чувствительным местам. В общем, ребята, никакой мистики. Это обычная процедура восточной медицины. Поджигают хлопковую ткань и прикладывают к точкам на теле, которые расположены близко к нервным окончаниям. Это усиливает кровоток и нервная система перезапускается. Ты сам себя настраиваешь, что ничего не боишься. Спасибо вам большое. Скажите, сколько стоит эта процедура? Понял, хорошо. Я здесь оставлю. Еще раз большое спасибо. До свидания. А я иду проверять. Каждую ночь в Баку проходит световое шоу, в котором участвует весь город. Устраивайтесь поудобнее. Представление начинается. Смотрите, звезды, кажется, спустились с неба и зажгли своими огнями концертный зал «Кристалл Холл». Гимнастический стадион превратился в космический корабль из фантастического фильма. Огонь настолько реальный, что хочется вызвать пожарных. Башни тоже превратились в гигантские языки пламени. Центральные улицы сверкают не меньше, чем Тайм-скуэр в Нью-Йорке. А вот это здание. Просто невероятно, сколько они вбухали в него денег, чтобы оно так просто мерцало. Чтобы показать такое шоу, власти денег не жалеют. Ходят слухи, что только на иллюминацию башен Баку тратит 9 тысяч долларов в день. Говорят, что Баку – город огней. И ведь правильно говорят. Потому что действительно город светится как яркий, оранжевый, красочный факел. Знаете, что странно? Во время светового шоу улицы Баку пустые и безжизненные. Ни людей, ни голосов. Тогда ты спрашиваешь себя, а для кого, собственно, представление, если его все равно никто не видит? Баку – это дорогая витрина. Чтобы все посмотрели и сказали, ах, какая Азербайджан богатая страна. Но мы не раз слышали от местных, что они это называют красивые понты дороже денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, так как я человечек богатый, местами даже влиятельный и нахожусь в Азербайджане, будет глупо не отведать на завтрак черной икры. В Азербайджане кроме нефти есть еще одно черное золото – это черная икра. Раз уж в этот уикенд мне выпало быть миллионером, научусь-ка я разбираться в этих черных драгоценностях. Азербайджане предоставит вас возможность попробовать нашу сет бля-кавиа – это белужья икра, осетры и севрюги. Итак, сначала разберемся в ценах. Икра севрюги – 750 долларов за килограмм, икра осетра – 900 долларов, а самой дорогой считается икра белуги. Цена за килограмм стартует от 2000 долларов. Они отличаются калорийностью и витамином. Теперь научимся правильно это есть. Оказалось, черную икру не едят ложками. Ее выкладывают на хлебцы и добавляют сметану. Или сливочное масло, или желток, или каперсы, или белок. Эти добавки нужны, чтобы оттенить соленый вкус икры. Но она такая приятная, солененькая в меру. И, конечно, каждый миллионер должен уметь отличать настоящую черную икру от искусственной, которую делают из морских водорослей. Если вы хотите проверить, настоящая икра или ненастоящая, на нее можно подуть. Если она рассыпется, значит она ненастоящая. А вот если икринки крепко держатся друг за дружку, значит это икра высшего сорта. Тем миллионерам, которые хотят защитить диссертацию по черной икре, будет полезно узнать следующее. Пока нас не было, в Азербайджане перезагрузили добычу черной икры. Раньше как ее добывали? Оглушали бедную рыбу ударом по голове, вспарывали брюхо, доставали икру, рыба умирала и ее пускали на консервы. Спасибо, господа ученые, что придумали более гуманный способ. Теперь рыбку аккуратненько вылавливают. Отправляют на женскую консультацию, как человеку делают УЗИ и определяют, готова ли она к родам. У этой мамочки будет 200 тысяч мальчиков и 250 тысяч девочек. Потом будущей маме делают укол с гормоном, который стимулирует роды. Гладит по брюшку и икра сама выходит из рыбы. После таких родов рыба живет еще долго и счастливо. Влюбляется, выходит замуж и рожает еще миллион. Миллион икринок, которые вырастут и станут красивыми рыбками. Простите, друзья, ну такая она, богатая жизнь. Да, конечно, у меня на завтрак не черная икра, но всего хватает. Я не только живу в четырехзвездочном отеле, но и бесплатно завтракаю в четырехзвездочном отеле. И еще бесплатно обедаю и бесплатно ужинаю. Утром второго дня я приехал на автовокзал. Зачем? Вы знаете, где Лагич? Лагич, деревня. То есть я произносил неправильно. Оттуда можно доехать. Что бы я без вас сделал. Спасибо большое. В трех часах езды от Баку есть деревня Лагич, куда советуют съездить всем туристам. Это горная деревушка, где можно посмотреть, как жили азербайджанцы в древности. Настоящее путешествие в прошлое. А телепортирует меня туда автобус за три с половиной доллара. Одна поправочка. Это бюджетным туристам советуют ехать в деревни. А туристы, у которых есть деньги, берут себе туры в заповедник Габустан. Это загадочное место, где сохранились наскальные рисунки. Музыкальные камни, и можно увидеть природное чудо – грязевые вулканы. Ну что, ребят, вот в таком живописном месте меня и высадил автобус. До Лагича еще 19 километров. И тут есть три варианта. Можно ворваться в это дело пешком и прогуляться четыре часа. Второй вариант – уехать на автобусе до следующего целых два часа. И третий – найти местного таксиста и договориться с ним за небольшие деньги проехать оставшийся путь. Что я и сделаю? Первая машина – пустая. Вторая машина – тоже пустая. Здрасте. Здрасте. А это ваше? Да. А вы, случайно, не таксист? Таксист. Мне бы до Лагича добраться. Отвезет. А сколько стоит? Ну, четыре. Монако – два северного Лагича поедем. Ну, пусть будет четыре. Хорошо. Вас как зовут? Насир Мамедов. Как? Насир Мамедов. Насир Мамедов? Да. У меня Евсей Ковалев. Что, мы прям по серпантинам поедем? По горам? Да, горы будут впереди. Ребят, меня сейчас так пробивает. Я никогда ничего подобного в жизни не видел. Посмотрите на эти пласты. Чтобы добраться в Лагич, нужно посмотреть фильм по красоте не уступающей Властелину колец. Дорога лежит через ущелье. Над тобой нависают темные скалы. Под колесами крутые обрывы. Быстрые горные ручьи. Сложно поверить, что еще час назад ты был в современном европейском городе. А сейчас ты оказался посреди диких исполинских гор. Ну как же тут красиво! Одни только виды по дороге в Лагич уже стоят того, чтобы туда поехать. Мой Майбах Берседесович хоть одна из самых дорогих машин в мире, но будем откровенными, не самая проходимая. По степям и горам не пройдет. Так что я пересаживаюсь на внедорожник. Габустан – это часть большого кавказского хребта. Гобус – азербайджанского балка. Именно в этой балке, как в шкатулке, хранятся уникальные сокровища. Первое сокровище, которое встретилось на моем пути – это петроглифы. Наскальные рисунки древних людей. Да, вот так вот смотришь, ну, думаешь, ну какие-то каракули на камне. А ведь если подумать, это же реально шесть тысяч лет назад люди что-то хотели этим рисунком выразить, рассказать, может быть, запечатлеть какой-то кусочек истории вот для нас, для молодых интересующихся такими вещами ребят. Человеку далекому от науки покажется, будто это кот поточил когти об скалу. Но был бы на моем месте ученый, он бы сложил из этих каракуль целую историю. Вроде этой. Рисунки животных говорят о том, что тысячи лет назад в Габустане был тропический климат и водилось много всякой живности. Первобытные люди ходили на рыбалку и охоту. А перед охотой исполняли традиционный хоровод Ялы. А вот мы приехали еще к одному древнему сокровищу Габустана – поющим камням Гавалдаш. Вы это слышите? Ох, это не чугун, это просто камни, но звучит так, как будто я мью по чугуну. Невероятно. Под эти звуки и танцевали ритуальные танцы первобытные люди. Ох, провалился камушек, мне больше нечем стучать. Ну да ладно, пойду и еще какое-нибудь развлечение себе найду. А? Что? Уже работать? Ну а как же у нас 10 минут законного перерыва? Ты лучше присоединяйся. Иди сюда смотри, у меня сейчас будет фулл хаус. Иди покажу. А лучше заходи в покеру и посмотрим, на что ты способен. Спустя полчаса Насир Мамедов привез меня в лагич. Все, приехали? Спасибо, спасибо. Вам спасибо. Очень приятно познакомиться. Добро пожаловать. До свидания. Деревня Лагич, или как ее ласково называют местная Лагич, одна из самых древних на Кавказе. Здесь поселились люди полторы тысячи лет назад. Я в каком-то историческом кино. Потому что представить, что такие места существуют до сих пор и в них живут люди очень сложно. Такое ощущение, что здесь просто где-то притаились режиссеры, операторы и сейчас здесь будут что-то снимать. Центральную улицу деревни превратили в супермаркет. Тут азербайджанцы коврыткут, тут медную посуду продают. Вот тут специи и травы, а тут шапки папахи из овчины. В лагиче живут таты – это потомки персов. Все дома таты строили из речного камня. Слышите, река шумит неподалеку. Дома в лагиче построены по очень интересной технологии. Слои камня здесь чередуются с деревянными прокладками, которые во время землетрясений амортизируют и не дают им разрушаться. Долгое время работы тут не было, люди начали уезжать и деревня пришла в упадок. Примерно год назад правительство Азербайджана стало активно вкладывать деньги в это место, чтобы местные жители отсюда не уезжали. Вот, кстати, провели газ и тарелку поставили. Все это власти делают, чтобы лагичи вернулись в свои дома и берегли свою историю как зеницу ока. Ну и чтобы к ним приезжали туристы. Ну вот и все. Из прошлого попадаю обратно в настоящее. А где тут в настоящем такси? Третье древнее сокровище Габустана – природное. Грязевые вулканы. Когда говорят вулкан, представляешь огромные черные горы с клокочущей лавой. Но габустанские вулканы – это невысокие холмы, у которых из верхушки льется грязюка. Грязь в этих вулканах не горячая как лава, а холодная. Поэтому в них можно искупаться, как это делали первобытные люди. Они считали вулканическую грязь целебной. Она насыщена минералами и нефтью. Все же знают о полезных свойствах нефти. Она лечит заболевания кожи, радикулит и даже бесплодие. Ну что, друзья, момент настал. Настюшка-опасность идет погружаться в вулкан. Вот такой вот вулканчик, мои хорошие. Это, конечно, слава богу не лава, как многие из вас надеялись. Но в этом мне тоже уже не особо хочется погружаться. А мне не нравится вот эта ситуация. Откуда эти пузыри могут взяться из земли? А если я вот сейчас туда залезу, не удержусь и как в болото завязну, там погряну и утону? Ну еще давай разок. Я же только собралась попробовать в тебя окунуться. Ура! Холодная. Я не вижу здесь ни одного человека, который бы здесь принимал спа-процедуры. Ой, там что-то непонятное. Ура! 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 Нет! 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 Сладой процедуры мы сегодня охоченный. Ну что, друзья, вот и настал наконец-таки момент, когда клад, реально клад. Не где-то там под ступенькою, а реально будет зарыт под землей. Чтобы найти 100 долларов в Азербайджане, отправляйтесь в Гагустан, едьте по трассе Е-119 до остановки Дашгил-Гасабасы. Затем сверните налево. Через 4 километра вы наткнетесь на грязевой вулкан. Клад закопан за маленьким холмом. Олег, ты слышишь этот запах? Какой-то в выпечке, как из детства. Все, это отсюда. Прости, я такой голодный, я не могу сопротивляться. Это пахлава, да? Да. А я вам не помешаю, если я немножко посмотрю? Все, вот-вот и настроение. Благословение. Ну и пахлава теперь вкусная получится. Бакинская пахлава – главная сладость Азербайджана. 12 слоев теста по очереди смазывают топленым сливочным маслом, посыпают орехами, кардамоном и шафраном. Скажите, а есть какой-то секрет вкуса именно бакинской пахлавы? Пахлаву нельзя в без настроения собирать, его надо любовью собирать. А я-то думаю, подхожу, а вы так сразу улыбаетесь. Понимаю, о чем вы говорили. Вот это любовь. Да. Здесь все настроение, вся любовь Азербайджана. Знаете, я потратил в Баку все свои деньги до единого цента, но я ни капли не жалею. Спасибо. Баку – это красивая, современная, дорогая витрина Азербайджана. Ну такая она богатая жизнь. На которую не жалеют денег, которые гордятся и показывают всем гостям. Самая большая люстра в моей жизни. Такой одежкой можно встретить. Но она не накормит до отвала. Но очень жирно. Не расскажет о древних традициях. Не познакомит с местным колоритом. Это смогут сделать только люди. Я в каком-то историческом кино. Как же тут красиво. Провалился камушек, мне больше нечем стучать. Евсеюшка, опять что-то там питонишь. Ой, приветики. Угощайся. Это пахлава и сделана с любовью. В том числе и моей. Слушай, ну я, честно говоря, в восторге. Потому что я ожидала от этого города что-то как от других советских городов. Но нет, он меня удивил. Потому что здесь в один день можно встретить дубайскую роскошь. И закончить его наскальными древними древностями. Ну рисунками. Ну короче, город контрастов. И мне это нравится. Как твой день? Прекрасно. Азербайджан страна с душой и с размахом. Я его полностью прочувствовал. Правда, с бюджетом раз в 10 меньше, чем у тебя. Но я собираюсь эту ситуацию скоро исправить. В следующем городе карта будет у меня. У меня тут это, поразговаривай еще. Давай со зрителями попрощаемся. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Ты же хочешь увидеться с друзьями в следующем городе, да? Тогда слушай сюда. Правило номер один. Карта будет у меня рано или поздно, но я приду к тому, что она всегда будет у меня. Правило номер два. Если ты хочешь остаться в этом проекте, ты всегда слушаешь меня. И правило номер три. Подкачай бицуху, ей-богу. Смотреть невозможно. Вот эти вот руки макаронины.